Мои дорогие, с вами на связи Викана. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Всех моих друзей и подписчиков я приветствую. Сейчас хочу показать расклад жена и любовница. Знаете, такое положение отношений между женой и любовницей, если вы жена, либо вы любовница. Давайте посмотрим. Мой знаменитый расклад на одну карту, по одной карте. Как я говорю, одна карта может очень-очень многое рассказать. Не обязательно выкладывать горы карты, искать знакомую. Я сейчас разложу, сколько здесь у меня будет, 10 карт, и расскажу, что будет происходить у мужчины между женой и любовницей. Говорить буду только правду сразу, говорю, вот как есть. У меня не бизнес старого, у меня просто я хочу от всей души помочь людям. Но расклад, конечно, здесь будет общий, да, может быть он ваш, может быть не ваш. Если нужно, обращайтесь в личные расклады, да, если любовный треугольник я делаю, пишите мне 7 своих вопросов, узнавайте условия в WhatsApp, и я по вашей ситуации, свою руковладык, это же ваша ситуация, сделаю именно для вас ваш расклад. Вот, координаты мои, что есть под видео. 10 карт я сейчас разложу. 10 позиций буду говорить. Первая позиция, давайте сразу разложу. Вторая позиция, третья позиция, четвертая, 5 будет у нас здесь, позиции, и 5 внизу позиции. И вот буду сейчас я все это рассказывать. Сразу говорю, расклад общий, пожалуйста, не переживайте, если что-то может не получиться. Вот так вроде все видно. Итак, что из себя представляет мужчина? Давайте посмотрим. Мы видим пожа жезлов. Вот он здесь, да? А мужчина влюбчивый, сразу говорю. Но здесь видим пожа, как ребенок. Ведет себя, как ребенок. Живет в каких-то мечтах, да? Любит очень сильно к себе положительные отношения, да? Далее может подавать какие-то надежды, но сам бывает в них и не уверен. Вообще, в принципе, у человека очень низкая самооценка. Низкая самооценка может подавать повод, увлекать за собой людей, да? Но не выполнять какие-то обещанные, возможно, даже знак огня. Не выполнять какие-то обещанные обязательства. Паш, всего лишь Паш был бы король, мы говорили о самодостаточном человеке. Поэтому нужна поддержка, ему нужна опора постоянная, не имеющая какого-то своего личного мнения. Я это вижу так. Кто для него жена? Жена – это спасительница. Жена, видите, он приходит домой отдыхать, покушать, поесть, попить, выслушать какие-то советы. Вот как мы видим пожезлов, это ребенок, да? Жена для него как мама. Давайте будем так говорить. Человек, который всегда дает ему поддержку. Мы здесь видим, здесь вот чаша подается с неба. Вот. И, возможно, может вести себя дома даже какой-то лентяй. Полежать на диване, посмотреть телевизор, да? А жена его там окучивает, извините. Вот такая, как маму ее воспринимает. Вот. Возможно, там уже ничего давно нет. Все утихло, как говорится, в интимном плане, да? Хожу домой жить, отдыхать, ночевать. А кто для него любовница? Здесь он тоже прячется, закрывается, он с ней тоже отдыхает. От жены отдыхает и любовница, да? А любовница отдыхает от жены. Здесь тоже ничего путного он не обещает. Приходит тоже, говорит, мне с тобой хорошо. Мне с тобой классно. Ты у меня такая прекрасная. Я душой около тебя отдыхаю. Сердцем отдыхаю. Дает ей какие-то достаточно такие надежды. Но очень длительное время он ей что-то как-то их дает. Эти надежды. Но пока, как говорится, подняться не может. Уж очень сильно задыхался на своей любовнице, да? Как он относится к тому, что у него одновременно две женщины? Вы знаете, две женщины есть. Ну, нормально, в принципе, относится. Но еще самое интересное, он бы не просит рассмотреть еще какой-то вариант, еще один. Потому что около одной отдыхает, около второй отдыхает. Но, может быть, еще кого-то рассмотреть поинтереснее. Потому что ему не хватает драйва. Драйва каких-то ярких ощущений и с одной, и с второй. Поэтому, может быть, даже рассматривать третий вариант. Понимаете, да? А как собирается жить с женой дальше? Он с ней так и собирается. Аркан повешенную чем-то жертвуя, да? Но жить будет с ней дальше. Никуда он от нее совершенно не денется с этой своей жены. Аркан повешенного будет также тянуть время, да? В смысле будет встречаться с любовницей, ну, и будет находиться около жены. Аркан повешенный, человек повязан там, вероятно, надолго, чуть не навсегда. Вот ему там, как говорится, самое оно. Самое оно. Это мы рассмотрели пятую позицию. Шестой. С любовницей, как он хочет, императрица будет обещать, что женится. Ты у меня самая лучшая, ты у меня самая крутая. Я на тебя обязательно когда-нибудь женюсь. Ты только подожди. Проявляй инициативу, ты меня не бросай. Будь со мной рядом. Обязательно. Слушай, я бы хотел, чтобы ты была моей женой. Я, ой, ты знаешь, что из тебя выйдет прекрасная жена. Ты умеешь все решать. Все, как говорится, все в твоих руках горит. Ты вкусно готовишь, да? Ты прекрасно выглядишь. Вот такая мне нужна. И собирается обещать. Видим, здесь Пажезлов обещает, да? Но ведет себя как ребенок, не как мужчина. Также может относиться не то, что как к маме, как к своей жене, да? Но тоже очень много каких-то таких своих обязанностей, проблем будет на нее сваливать, чтобы она ему решала. Вот такое у него отношение. Что его держит рядом с женой? Девятка мечей. Здесь аркан отшельника. Он с ней находится рядом, конечно же. Но, знаете, как говорится, знаете, как говорят, если она меня выгонит, я уйду, да? А не выгонит, я буду с ней. Вот так же будет и думать. А он на нее полагается, да? Вот возле его жены держит то, что он пришел домой. Такое чувство, что у него там бастилия какая-то. Он пришел и закрылся. Ему там, как говорится, он, кстати, боится, что она узнает об отношениях. Очень боится, что она узнает об отношениях. И его, знаете, вот как он домой попал, и его там прямо сразу затягивает туда. Он как ракушку лидко прячется, вот там сидит. Вот все, что за окном остается, все проблемы, да, все вот это он оставляет. Женой, видите, вот здесь эта карта, она вот с себя в верхней карте будет гармонировать сюда относиться. Все, попал. Он такой чувство, что он в домике, я в домике, я под крышей, я спрятался. Вот домашний уют и домашний свет, это вот все его будет там держать. Вот, вот это держит возле жены. Там он снимает все ответственности, там за него все решает, все делает. Круто, круто. А что держит возле любовницы? Возле любовницы тушь мечей, понимаете, вдохновение. А вдохновение также, видите, здесь четверка мечей сверху мы видим, вот тут про любовницу здесь также, да. А тушь мечей, обещания, какие-то действия, да, действия от этой женщины, императрицы, которая все-таки прилагает все усилия, чтобы оставить рядом с собой. И такое чувство, что это не его держит рядом с любовницей, а любовница его держит, понимаете. Она тушь мечей, рычаги какие-то применяет, чтобы изо всех сил, чтобы его оставить рядом с собой, понимаете, да. Так что это не его держит, а держит она его. Дальше Как будут Рядом с любовницей Ой, рядом с женой Рядом с любовницей, извините, все правильно Аркан звезды Развиваются отношения с любовницей В ближайший год Вот ближайший год, давайте посмотрим Можно свое загадать, да, что-то А ближайший год Это на что тут осталось? Месяц остался, да? Потому что дальше, всегда говорю Заглядывать, ну нет смысла Новый год, новая веха, новая эпоха Поэтому я всегда смотрю до конца Определенного года Аркан звезды Он будет надеяться на него Она будет надеяться на него Он для нее звезда Она для него звезда, он для нее звезду Давайте так будем говорить, вот и все Сплошные надежды в обоих В обоих А с женой Мы видим Любовный треугольник, понимаете, да? Он будет рваться, имитаться Как говорится, чтобы Побыть с одной И побыть с другой Даже поближе эту карту покажу Любовный треугольник будет сохраняться Он ее не бросит, да? Но если она узнает У нее сердце тоже будет разбито Но она тоже выгнать не сможет Она будет С ним проводить какие-то, знаете, воспитательные работы Но он все равно будет и с любовницей И с женой И сам по себе И еще рассматривать какой-то третий вариант Может быть, да? Поглядывать на других женщин Короче, мужик запутался окончательно Давайте так скажем Вот такой мой дорогий расклад Здесь бесконечная история Без конца и без начала Если кому-то нужен личный расклад Обращайтесь, посмотрим Может быть, в личном раскладе Ну, конечно, ситуация-то разрулится Понимаете, да? Вообще, тема моего канала Любовь, отношения, брак, разводы Любовные треугольники Это моя коронная тема, по которой я работаю Всего доброго, мои дорогие С вами была на связи Викана И ждите моих новых раскладов Либо заказывайте свои